привет дорогие мои с вами клана ваня проект фаберлик онлайн и это обзор второй части пустышек за декабрь так получилось что предыдущее видео оборвалось оно было на 30 с лишним минут я решила ну раз так ну пусть будет так пусть у нас с вами вот два ролика по пустышкам и так заказала я вот кучу патчей для похудения честно сказать да вот видите они разные есть старые здесь новые патчи не знаю чем они отличаются различаются как-то я их вам снимала в обзоре в новинках и сейчас они у меня в пустышках но я их еще не все и склеила просто я из всех коробок собрала все в одно такое вот патчи вообще выглядит таким образом три штуки в упаковке вы отклеиваете тут есть подпуп когда вы наклеиваете пластик чувствуете какое-либо тепло и честно вам говорю сейчас что я не верю в то что можно сидеть лежать что попало кушать там не знаю торт каждый день еще что-то и худеть с этими патчами я в это не верю но они хорошо подтягивают кожу они хорошо сопутствуют людям которые действительно собой занимаются занимаются собой своим телом и так далее она идет как вспомогательное средство для похудения но не является лекарственным средством и их можно применять отдельно или совместно с другими средствами для коррекции фигуры эксперт идеал поди то же самое антицеллюлитным кремом мажемся-мажемся что-то я не худею почему не худеем потому что тортики ем ну или что-то там еще да кто-то картошечку жареную любит то же самое может даже еще и калорийнее некоторые тортики меньше калорий чем картошечка жареная поэтому вот столько патчи я насобирала собрала их все в одну кучу и буду для упругости через день клеить очень хорошо подтягивает вот этот да вот это правда действительно потому что после того как я скинула 13 килограмм я могу сказать что обвисла много что и много где 40 лет это такой возраст когда кожа может не успеть если вы похудеете кожа может абсолютно не успеть хирургически мешать мне не хочется поэтому я пробую таким образом далее поговорим с вами об кислородной пенки для очищения лица артикул 5807 такая вот была классная пеночка видите тут уже совсем остаточки очень хорошо очищает чем она мне понравилась очень приятный аромат слегка подсушивает мою кожу на все пенки мою кожу подсушивают поэтому я уже на это не обращаю внимание есть которые конечно сильно вот я об этом говорю тут слегка это норма артикул 5807 она идет как эффективное очищение и создает ощущение свежести да действительно подходит для снятия макияжа не раздражая слизистую глаз не раздражает слизистую глаз вот тут поспорю глазки пощипывает немножко чуть-чуть есть какая-то такая знаете неприятная такая теплота я чувствую если в глаза что-то попадет где-то даже щипнет это не сильно это легонечко но она есть что-то поставила себе три бальзама в ванну и вот когда эти бальзамы в ванной я уже не хочу ни маски ничего как они мне нравятся этой из линейки блондайка вот значит шампунь вот бальзам там есть еще маска есть еще сыворотка в общем серия как бы не состоит из двух составляющих но вот эти два составляющих мои фавориты восстанавливающий бальзам для осветленных волос с артикулом 2711 это интеллектуально формула бальзам ассортивным компонентом с сафировой пудрой которые воздействуют на порожденные участки волос действительно нравится волосики рассыпчатые классные такие знаете не то чтобы слизенькие но поняли меня но они не создают какую-то склеенность мне очень нравится 2711 он уже не окрашивает волосы если вот этот нейтрализует желтизну то этот волосы не окрашивает такая вот эмульсия очень приятная не течет вы на голову нанесли можете делать что хотите я успеваю даже с волосками на теле побороться у меня все на волосах нравится так с артиком 2710 шампунь для нейтрализации желтизны осветленных волос очень нравится очень рекомендую очень советую всем блондинкам и даже некоторые брюнетки им пользуются и в восторге убирается желтизна у всех оказывается далее маска восполнитель кератина моя любимица 8248 этой маски я не нашла на сайте походу вывели из ассортимента 8363 но если вот закажу маска ценное масло с очень ядреным ароматом артикул 8212 но она мне нравится я прямо от нее без ума далее шампунь бальзам 2 в 1 для всех типов волос я его брала чтобы потестировать им попользоваться потому что уже не помню думаю дай-ка попробую но у меня его схватила дочка израсходовала старшая который 22 года ну как схватила в кавычках взяла у нас все общее мы как бы ничего не делим уже не тот возраст 0189 и вот что я вам могу сказать вот этот шампунь для жирных волос вот хотя тут написано для всех типов он не подходит на его начала мыть горит бог с ним я его измылю у него волосы длинные шампуни летят штука за штукой и мое личное наблюдение и наблюдение моей екатерины состоялось в том что все же он не подходит для всех типов волос он подходит для может быть сухих или нормальных но не для всех типов волос моей екатерины жирные волосы и она перепуталась шампунь есть еще интенсивно очищающий шампунь именно для жирных волос вот там у нее долго свежесть все здорово и классно. Этот нет. На следующий же день я уже ее спрашиваю, Катюх, ты что, голову мыть перестала? Понимаете? Она говорит, нет, я вчера мыла. Мы подходим в зеркало, смотримся, а там без сухого шампуня никак. То есть, голову надо мыть каждый день для людей с жирной головой. Вот это мое личное наблюдение. Хотя, лично для меня этот шампунь просто бомба. Он мне очень понравился. Я им пользовалась. Я его брала с собой в поездку, потому что шампунь плюс бальзам. Ничего не надо выдумывать, никакие бальзамы с собой брать. Сверху сыворотка и пошло-поехало. Тухая кожа головы, плюс обесцвеченная. Волосы на ураску уже. Для натуральных жирных волос оно не подошло. Кстати, обалденный запах морожки, очень вкусный. Такие зимние ягоды, прямо обалденный аромат. Очень нравится. Я даже вот порой из-за аромата хочу его вдыхать и вот заказываю. Любимый гель для душа мужа. 13-12, как обычно. Сухой шампунь. 2702, ну как обычно. Шампунь мужа против перхоти с перетеном цинка. Аромат зеленый чай. Контроль над жирностью. 1303 артикул. Он такой беленький. Далее пошла моя уходовая продукция для лица. Мицеллярная вода 0831. Сначала это мой первый шаг. Значит, это второй шаг мицеллярная вода для снятия макия. А, это тоже, это и та и другая мицеллярки. Они одинаковые, просто в разных упаковочках. Все-все-все, ребят. 0972. Кстати, та и другая есть. Не знаю, чем отличается. Хоть убейте. Так, далее. Устанавливающий тоник для лица. Артикул 0779. Расходую. Так, кислородный бальзам для лица. Тут Oxygen Bime написано. А тут кислородный бальзам. Тут все по-английски спереди. А тут еще вот хотя бы по-русски написано. 5806. Одинаковые артикулы. Видите, упаковочки все время меняются. Смотрите, причем интересно. Где подписано кислородный бальзам? Цвет темно-зеленый. Я писала в обратную связь, где написано такой бальзам. Вот я специально оставила. Видите, да, он уже там попукивает. Пустой. Запах, консистенция. Ничего не отличается. Отличается только цвет. Я удивилась. Отписалась в обратную связь. Сфотографировала также на руке. Все такое прочее. Не сказали, нет, ничего страшного. Вот это был такой выпуск. Ну, окей, был и был. В принципе, и то, и другое я использовала как первый шаг ухода под крем. Очень понравилось. Вам рекомендую. Классная штукенция. Очень приятный, вкусный, свежий аромат. Прямо распределила по ручкам. О, а не могу кайфую. Ну, так же он идет от ожогов, от вкусов насекомых. То есть он от всего помогает. Ну, и на лицо, как первый слой. Дальше. Матирующий праймер для лица. 30 мл. Он шел в коробочке. На самом тюбике почему-то не подписывает артикул, к сожалению. Вот этот праймер для лица. Матирующий. Безумно понравился. Понравился мне больше всех. Очень понравилось его в жару. Использую. Тут еще крышечка пластмассовая была. Но вы меня знаете. Я вечно все теряю. Да и я не особо оно важно. Когда вы его наносите, он у вас выравнивает лицо. Во-первых, макияж держится дольше. Во-вторых, лицо лучше выглядит. Одни плюсы. Буду заказывать еще. Очень понравилось. Далее. Артикул 02-22. Это сыворотка. Она идет с пипеточкой. Таким вот образом. Разносите. И кожа становится мгновенно ярче. Лучше, больше. Я ее люблю использовать в каких-либо поездках. Потому что она пластмассовая весит. Мало ее с собой брать. В жару, когда и так все потеет. И не знаешь что делать. Макияж не нужен. Почему бы нет? Тоже неплохой вариант. Поэтому я довольна этим средством. И буду брать еще. Но, как раньше, я его расходовала прям пачками. И в пустышках его было много. Я уже сейчас этим не балуюсь. Почему? Потому что появилось много других средств, которые тоже классные. И я то одним, то другим. Вообще, люблю что-то разненькое. Так. Далее. Закончилась ночная маска. К сожалению, тоже вот компания не пишет артикул. Перестала она подписывать артикулы. Пользовалась ей не каждый день. Изредка в ванной. В ванной, когда схожу в душ. И вот неохота заворачивать через свою комнату. Сразу иду в спальню. Все кремы у меня стоят тут. В этом рабочем кабинете. И получается, что иногда он у меня стоял в ванной. Ну, где-то, может, месяца за 3-4 он у меня все-таки закончился. Наносила от лба до зоны декольте. Заезжала на грудь. И под грудь могла заехать. Ну, как бы после душика вся чистенькая. Где-то на плечике, где-то что. Могу сказать, что штука очень классная. Вот эта ночная маска. Мне понравился эффект. Мне все понравилось. Освежает личико. На следующий день просыпаешься красоткой. Далее такая вот, видите, вот эта вот штука, конечно, раздражает. Видите, пипетка, она просто не работает. Сейчас я выкачаю вот эту штучку. Из-за того, что тут вот эти вот остатки масочки, они, ну, вот там, видите, вот она вылазит. Пробка. Что-то типа пробки. Сыворотка, вернее. Остатки сыворотки, они не выкачиваются ничем. То есть нужно вот так держать. Но я специально оставила для вас, чтобы вы посмотрели. Очень крутая сыворотка с бесполезной пипеткой. Артикул 01.69. Рекомендую. Освежает. Классное лицо. Не скатывается. Мгновенно впитывается. Перед макияжем очень хорошо. Запах яркий. Прямо воняет какой-то очень вкусной, приятной свежестью. Обожаю. И за действие, и за запах, и за консистенцию, и за то, что нет никаких проблем. Сейчас мои руки все-все-все помолодеют. Далее приборка в косметичке. Ну, практически закончилось еще вот это вот у меня средство. Тоже, к сожалению, при великому моему нету артикула на баночке. 30 мл. Увлажняющая сыворотка праймер. Очень понравилось. Здорово и классно. Иногда даже не хочется что-то увлажняющее перед макияжем наносить. Эта сыворотка полностью справляется, выравнивает лицо. Очень приятно делать после нее макияж. Закажу. Еще закажу. Классное. А вот, кстати, из линейки Blonde Icon идет сыворотка восстанавливающая артикул 2713. Идет как раз на волосы, ко всей линейке Blonde Icon. Далее приборка в косметичке. Господи, сколько я на прибирала целую кучу молок. Не зря предыдущий ролик прервался. Мне сказали над зрителем не издевайся. Это очень много помад, которыми я не пользовалась и которые уже начали менять запах. Когда BSC компании Faberlic присоединился, вот с тех времен оно и лежит. Помада. Вот цвет такой, да, 3510, что я уже ей пользоваться просто не стала. Она слишком яркая. И помад у меня слишком много. В предыдущем ролике я показывала. В этом вот тоже еще покажу. Еще раз это видео будет, чтобы вы поняли, что мне нечего терять. И я просто так это на крем не наносится. Вот этот вот цвет тоже такой вот рыжий какой-то неприятный. Я его так и не дорасходовала. Хотя пыталась чем-то смешать, перемешать. Ну, как-то вот сделать лучше, кстати. Сейчас как передумаю выкидывать. Если вот так сделать. Уже, видите, цвет поприятнее стал. Уже такой какой-то светло-вишневый красивый стал цвет. Артикул 35080. В принципе, нормальная помада, классная помада. Придраться не к чему. Просто мне не понравились цвета. Вот этот цвет тоже слишком уж темный. Он ни к чему мне не подходит. Он слишком блестящий. Он подчеркивает морщины на моих губах. И запах у него, если честно, какой-то горький. Такая вот помадища. Я видала у девчонок видео, что оно им нравится, но мне что-то вот как-то не очень. Честно, видите, я и пару раз его накрасилась, и все. Больше ей краситься не стало. Хотя, если смешивать какие-либо оттеночки, мне кажется, должно получиться очень даже красивые оттенки. Но мне столько уже просто не намешать, не намешать. Видите, уже ржану перекрываете вот этими блестками. И уже цвет такой абсолютно другой. Можно смешивать. Я как бывший визажист, давнюшний, как у меня мама любит за слово говорить. Артикул 3509. Следующая помада просто закончилась уже. Ну и она мне, если честно, не очень нравилась. Я ее все с чем-то мешала. Почему я ее дорасходовала, раз она мне не нравилась? Тем, что она увлажняет и очень классно лежит на губах. Прямо вот супер. Эффект 40617. Ну, не понравилась, потому что такой цвет, видите, непосредственный. Я делала макияж, и когда я делала уже пост-макияж, там скулы, все выделяла, я могла просто пудрой, которую наносила, припудрить по центру, и получалась красивая. Из-за этого я ее поставила и расходовала. Далее вот эта помада. Во-первых, она слишком жирная для меня. О, опять отпала. Слишком жирная, слишком мягкая, слишком яркая. Я такое не люблю. Артикул 40386. Так, и эта помада. Тоже мне не нравится цвет. Абсолютно цвет, который я не люблю. Просто не люблю. Яркий, насыщенный, пигментированный. Она увлажняет, конечно, ухаживает за губами. Классно. 3579. Но вот такие цвета я просто не люблю. Поэтому она у меня достояла. Я ее домучила немножко. Вот это вообще, конечно, трэш. Вот этот цвет мне очень сильно не подходит. И вот эту помаду, жирную такую, я, если честно, отдала дочке. И дочка ей в старом каталоге, который вышел срок, рисовала сидела. Ей было безумно понравилось. И я ей говорю, а, рисуй. Артикул 3562. Поэтому вот этой 3562 я вообще даже ни разу не воспользовалась. Если это более-менее, то вот это, конечно, вот такой вот, не знаю, какой-то темно-оранжевый оттенок, он мне вообще нисколько не идет. Хотя камера эти цвета приукрашивает. Это закончилось. Очень красивый цвет. Безумно красивый цвет. Очень мне идет. Он не чисто коричневый идет. Он идет какая-то пыльная роза. Что-то типа этого. 3574. Не знаю, есть или нет, но оттенок просто бомба. Я ее не буду повторно заказывать, потому что ассортимент Беси выводится из ассортимента, во-первых, вся продукция. Во-вторых, смысл, если у меня куча еще других помад есть. Далее, вот эта помада тоже изрисовала у меня Вика ее. Честно сказать, она даже с ее руки не отмылась. Вот такая вот черная непонятная. Жижа жирная. Вообще, вот эта вся линейка жирная жижа. Вот, честно вам скажу. 3565, поэтому я все это убрала. Далее, такая вот помада тоже ей не пользовалась. Это она на крем так плохо кладется. Давайте посмотрим без крема. Не мой просто цвет, не мой оттенок такой вот он, как даже сказать, не очень-то. Перекрыть его сложно. 40698. По идее, у всех помад у них идет срок службы открытый. У помад тоже идет полгода. И больше полугода точно прошло. Даже если что-то понравилось, я все равно не хочу. Далее, это наши новые помады. It's clear. Вот такие вот некрасивые оттенки, которые мне не нравятся. Они такие полупрозрачные. Видите, он полосит сильно. Один единственный оттенок из этой линейки. Вот так вот сильно полосит. Мне не понравился. Я поэтому его из своей жизни убрала. Им дочка тоже изрисовала его. Articool 4106. То есть, не мой, просто не мой цвет. Вот это вот абсолютно не мой цвет. Далее, следующий оттенок. Очень похож на предыдущий. Но еще ярче и иллюмицентнее. Я им тоже не смогла краситься. Он у меня валялся-валялся. И Вика пришла, говорит, помаду. Я говорю, ну на бери. Я уже знаю, что она периодически там приходит по мне рисовать. И я думаю, значит, пора прибираться в косметичке. Articool 4107. Тоже не нашла, куда применить. И отдала Викторе Антоновне своей маленькой. Еще что хотела показать. Все-таки отправляю в утиль вот это средство. Оно открытое хранится хоть и 12 месяцев. Срок открытия еще не прошел. А может и прошел уже. Но я им так и не воспользовалась. По-моему, два раза я им воспользовалась, когда была загорелая. И все. Дело в том, что я даже другим цветом загораю. И оно мне не подходит. Даже когда я его мешаю с другими светлыми тоналками, он не перемешивается. Он кладется кусками. Он забивается в каждую пору. Он подчеркивает шелушение. И мне не подошел. Видите? Ярко-желтая эмульсия. Когда вы его разносите, он просто до такой степени неровно кладется, что сколько бы вы его не тушевали ни тисточкой, ни губкой, ни спонжиком, чем угодно, он не ляжет ровно, он не ляжет красиво. Он такой вот густой, классный. Но нет. Нет. Светлые оттенки я оставила. Нормально. А этот, мне не нравится этот оттенок. Мне не нравится этот тон. Я не смогу им пользоваться. Так, пошла-ка я мать руки. Бежим с вами дальше. Ночная маска. Био-гло. Маска желе. Артикул опять остался на коробочке. Вот она такая желтоватая. Липучка. Ну уж очень классный эффект. Утром просыпаетесь. Свеженькая, приятненькая. Тоже стоит в ванной. Время от времени пользуюсь. Не на постоянной основе, а именно время от времени. Гепатофорты пропила. Но могу сказать, что классно. И еще мой врач сказала, если у вас сжога, выпейте пару штучек и все проходит. И действительно так. Так, вчера я это проэкспериментировала. Прямо вчера, да, на момент съемки видео. Мне очень понравился эффект. Артикул 157-59. Но по идее это здоровая печень. Перебрала кучу тональников. Заметила, что у меня 100-500 штук открытых. Целый месяц допользовала различные тональные кремы. И дорасходовала вот такую кучу. Потому что была куча макияжей, фотосессий и так далее. Это у нас увлажняющие кремы идут. У них у всех разные артикулы. Так, 64-16. Две штуки израсходовала. Это мой тон. 64-82. Один все время смешивала. И 64-17. Все-таки серенький. Мой тон, который мой. 64-16. Еще бы что-нибудь сейчас найти. Так, 64-16. Кстати, они открыты и охранятся 6 месяцев. У меня прям нагольно про срок, если смотреть по открытию. Очень красивый тон. Это мой тон. Прям мой-мой прямой. Поэтому я очень довольна. Вот две штучки израсходовала. Далее, вот это не мой тон. 64-82. И я его так и не дорасходовала до конца. Потому что я его сколько не смешивала. Срок открытия вышел. А такое израсходовать даже на загорелую кожу очень сложный вариант. Согласны со мной? Ну, вообще не мой оттенок. Следующий 64-17. Он идет такой сероватый. Его я смешивала в период загара, в период поездок. И, в принципе, он мне очень нравился и очень даже помог. Все-таки тональные кремы на разные времена должны быть разные. Но мой натуральницей это вот этот. И когда он мне становился темноватым, ой, светловатым через чур, я наносила вот этот. Прямо кайфовала с него. Это средство для волос. Несмываемый бальзам. Уход у меня закончился. Такая вот беловатенькая эмульсия. Сейчас, конечно, тут уже ничего нету. Скажу, что похвалю его. Волосы классные, легкие, рассыпчатые. Великолепный артикул 77-34. Все очень понравился. Можно его наносить на сухие кончики волос, не смывать. Или можно просто наносить на все волосы. Я его просто наносила на влажные волосы, расчесывала потом расческой, сушила феном. Обалденный эффект. Такой вид ухоженных волос. Очень приятный. 77-34. Запах приятный. Это вот белая эмульсия. Волосы не склеивают. Ничего. Просто супер. Просто здорово. Так, 64-75 артикул. Сейчас я... Ух ты! А, да, этот я сломала. Этот я сломала. Но все равно хочу сравнить. Сейчас сравним с вами. Я его сломала. Пыталась открыть вот эту штучку. Все отломила. Думала дорасходовать до конца. И вот этот 64-75. Наверное, они одинаковые. Нет, они разные. Вот это мой. Я его дорасходовала. Но, к сожалению, нету артикула. Что-то там с розовым связано. А вот этот уже и срок открытия прошел. И оттенок не мой. Он глаза делает такими темноватыми слегка. И как бы, ну, не мое. Не мое, не мое. Совсем не мое. Поэтому 64-75 больше заказывать не буду. Вот этот буду розовенький. Дальше. Подводка. Открыта давным-давно. 56-86. Так как она серая. Очень красивая. Такая не черно-серая. Она прям чисто серая. Пользовалась ей чаще всего. Она начала на глазики полосить. Самый кончик начал пересыхать. Но больше года она мне точно прослужила. Больше года. Так, еще одна тоналочка. Пользовалась ей, когда высыпают прыщики. Перед днями, да, критическими и так далее. Артикул 66-61. Дочка у меня ее часто брала куда-то. Вот она вторит вот этому цвету. То есть, видите, прям один в один. Ничем они не отличаются. Великолепно. Она идет с маслом чайного дерева. Австралийского чайного дерева, которое в 33 раза сильнее масла чайного дерева. И успокаивает кожу, уменьшает покраснение. Далее. Тушь. Мисс Керл. Одна из моих самых-самых любимых. Артикул 58-55. Ну, просто уже закончилась. Просто уже все. Офигенная кисточка. Твердая. Классно разделяет. Видите, такая загнутая. Почему-то на камеру слегка она синенькая. Но она не синенькая. Она черненькая. Во-первых, загнутая. Снизу короткие. Сверху подлиннее. Очень классно вычесывает. Расчесывает. Удлиняет. Но все. Закончилась. Так, еще одна тушь. Еще одна тушь. Прям сохранила. У меня есть пакетик с пустышками. В этом пакетике с пустышками лежала вот эта тушь. Полностью уже высохла. Это, скорее всего, мама у меня свою кровь израсходовала. Дальше. Буквально позавчера, по-моему, да, на момент съемки видео закончился. Вот этот крем. Артикул 25-89. Нравится. Увлажняет. Снимает усталость. Он такой ментоловый. Плюс идет с лонолином. Он заботится о коже, усиливает ее защитный барьер. Все нравится. Все здорово. Ментоловый такой привкус. Обычный кремчик с ментоловым таким привкусом. Приятным. Так, еще одна тоналочка. Пользовалась ей время от времени. Когда что попадется под руку. Поэтому тоже уже практически пустая. Значит, в одном у нас идет база под макияж. Написано фундамент. Во втором идет тональный крем. Практически мой тон. Слегка желтоват, но мой тон. Две штуки тут идет по 15 малы. Тортикол 64-68. Понравилось. Попадется под руку где-то там чего-то. Обязательно закажу. Нравится. Так. Мед Иллюзион тональный крем. Это один из самых лучших для меня тональных кремов. Во-первых, он идет SPF 25. Поэтому я его частенько беру на отдых. Во-вторых, он такой светлый. Потому что он превращается потом. Вот эта эмульсия превращается. Вот. А, тон 63-56 в обычный тональный крем. Когда вы его начинаете наносить. Он при соприкосновении с кожей темнеет. И превращается. Как будто бы подстраивается. Его три оттенка. Этого Нед Иллюзион. Но я вам честно скажу. Я его израсходовала полностью все кремы. И ни один крем. У меня не было ощущения, что он не подошел. Вот я так и не поняла, какой именно тон. Потому что все тоны классные. Видите, вот он. И SPF 25 защитка. Это классно. Конечно, я SPF очку наношу. Там SPF 15 могу нанести. И плюс сверху этот SPF 25. Мне нравится. Далее у нас с вами пойдут кремы. Во-первых, это сыворотка под крем. Блюм. По-моему, она идет 45+. Ну, в общем-то, уже совсем-совсем закончилась. Такая вот она беленькая. Я ее, если честно, даже наоборот ставила, выцеживала. Но, видать, там что-то еще осталось. Ну, что могу сказать. Тюбик неудобный, до конца не израсходовать. Нужно ставить наоборот, ждать, пока стечет. А так сыворотка просто бомбезная. Я его прошла второй раз. У меня есть новинки, которые нужно тестировать. Но я не удержалась, потому что был, походу, перевыпуск тюбиков. И я его опять по вип-новинкам заказала. Вот не удержалась. Мне захотелось второй раз его пройти. Потому что первый раз, когда я поехала отдыхать в Абхазию в этом году, я его взяла с собой. Думаю, дай попробую 45+. Вы знаете, вот с утра просыпаешься, все мятые. И вдруг начала просыпаться меньше мятые. Потом все меньше, меньше и меньше. И совсем минимум мятости на лице с утра. Если так можно сказать, прошу прощения, за свою беззалаберность. За то, что я так с вами не очень культурно разговариваю. Да, вот эти все заломы. Они начали быстро разглаживаться, меньше оставаться. С утра я стала лучше, красивее, ровнее. Мне это безумно, безумно понравилось. Значит, сыворотка артикул 01.49. Активный лифтинг эффект у нее идет. Второй это ночной крем, который у меня что-то как-то больше закончился. Активный лифтинг эффект 45+. Плюс тоже артикул 0.6.91. Он прям... Вот он. Чуть тут оставляла. Тоже довольно таки плотный. Классный. Но он быстро впитывается. И иногда даже хочется добавить еще. И, честно сказать, прям великолепно. Сыворотка плюс крем. Прямо все идеальненько. Но тоже иногда хочется добавить. Дневной крем. Такая вот у него консистенция. Он идет практически такой же плотности. Но чувствуется, что он чуть-чуть полегче. Тоже 45+. Артикул 0.6.90. Тоже 50 мл. А, кстати, у сыворотки, наверное, меньше мл. У сыворотки 30 мл. Но ее и меньше надо наносить. Но хотя, когда ее наносишь и утром и вечером, то у меня где-то уходит 3 сыворотки на 2 вот таких крема. Да, 3 сыворотки на 2 крема. Наношу утром на очищенную кожу лица. И, в принципе, все нормально. Что могу сказать? Вот дневной крем меньше почему-то заканчивается. Не знаю, почему. Хочется его поменьше наносить. А ночного хочется почему-то всегда побольше нанести. Поэтому дневной у меня остался. И я сейчас просто на ночь проделаю вот эту вот вещь с кислородным бальзамом. Это еще полная у меня. Я еще только-только все выставила. И как раз дневной идет, и это все дело уйдет. Это увлажняющая маска для лица. Мое открытие 0.967, которое меня никак не отпускает. Очень классный эффект. Моей коже именно этого и не хватало. Вот такая вот масочка. Можно нанести потолще, потом вытереть обычной бумажной салфеточкой, не смывая. А можно наносить тонким слоем каждый день, и все будет здорово. Он пойдет как крем для лица. И вот такая вот увлажняющая база. Совместная разработка Фоберлик. Россия и Корея. Биоспектрум Корея. Артикул 0.875. Я пока вот это все дело буду расходовать с дневным кремом 45+. Хочется уже расходовать. Вот эта маска, она прям жирная. Классная, но она впитывается. Она залетает в кожу. Конечно, не 85-й слой, не поверх ночного. Супер, просто супер. Я прям в восторге. Далее крем Малактилен. Мажем Вике ручки. Ручки трескаются. Ручки проходят, снова трескаются. В общем, такая вот история. Артикул 709-12. Различным цветом крышки. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Тоже войску писали, сказали, что да, разные выпуски, разные крышечки. Этот крем тут есть просто холодесь, просто состав. Тут масла шеи. Ой, тут очень много всего. Можно просто наносить на лицо, можно заживлять какие-либо раны. В общем, кому чего. Ну, я вам рассказывала про свое новое открытие. Гель для бритья, который действительно великолепно отрабатывает себя. В плане того, что, во-первых, хорошо бреется. Во-вторых, нет никакого потом раздражения. Как будто он раздражение убирает. Вот я раньше брилась с интимным гелем для бритья. Стори де Амур. Так вот, где-то что-то как-то когда-то раздражение было. Тут его вообще минимум практически нету. И очень классная штука. Когда я убирала волосы подмышками, у меня обычно на следующий день возникает какое-то раздражение. Еще что-то я меняю бритву, я смазываюсь. Но все равно вылазит кожа у меня супер-мега чувствительная. С детства была такая белая чувствительная молочная кожа. И, честно сказать, я с превеликим удовольствием сделала для себя это открытие. Пусть и поздно. Но я его прям даже потом таки взяла 10 штучек. Вообще штука классная. Вот первая пустышка у меня появилась. Прям рекомендую. Артикул 2571. Он идет 100 малых, гелеобразный. Хорошо пенится, если нужно, чтобы была пена. Если не нужно, просто наносите и брейте. Тоже великолепно. Просто сильно не вспенивайте. Далее универсальный крем с аргинином. От всего. От ушибов, от ран, от всего. Артикул 1279. Наш фаворит всегда в нашей домашней аптечке. Мы без этого крема даже никуда не ездим. Мы его всегда берем с собой. Так. Дезодорант, антиперспирант, который у мужа заканчивается. Мы его больше заказывать не будем, потому что тут стойкость 24 часа от пота. А мы сейчас пользуемся трехдневным. И ему он, кстати, тоже больше нравится. Это артикул 0507. Хотя много лет он им пользовался. Классный, добротный, суперский. Но в поездке не годится. Ля-крем мой любимый. Не нашла его тут в наличии. Очень жалко. 86-48 артикул. Скорее всего, мало покупали. Пена для бритья. Берем ее для занятий. Объемная, клевая, классная пена. Для бритья на моему мужу не подходит, потому что у него обильное наличие различных родинок. И он их все время режет. Поэтому он пользуется гелем. Через гель все видно и никаких порезов. 05-33 артикул пены. Зубная паста. Вы знаете, обычная среднестатистическая классная зубная паста. Не сильно термоядерная. Идет с отбеливающим эффектом. Такой хороший, внушительный. Артикул 17.05. Понравилась? Ну, попадется, куплю еще. Не попадется, нет. Как бы хорошая паста. Дальше. Это у нас идет средство для снятия всех видов лака. Артикул 14.999. Хорошая штука. Воняет точно так же, как и цитон. Может быть, чуть-чуть послабже. Снимает все отлично. Очень часто бывает, что у меня ногти тут отрастают. Из-за того, что я пью много витамин, ногти очень хорошо отрастают. И, конечно же, приходится чем-то вот это дело перекрывать. Особенно, если ты в поездках, особенно, если мастер там перенесла встречу по каким-либо своим личным причинам. Хорошая штука. Так, дальше. Зубная паста. Отбеливание. Детекс. Нормальная паста. Идет с активированным углем в составе. Но она идет такая вот, как можно сказать, черная, как ночь. Поэтому, ладно, бог с ним. Пусть такая будет. 22.12.75. Это у меня израсходовала дочка. Она кайфует. То от всего черного, то еще от чего-нибудь. Все у нее какие-то бзики, увлечения. То какие-то йозные, то японские. В общем, ничего не понятно. Это зубная паста. Первый зубик. Это зубная паста для чувствительных зубов. Мгновенное снижение чувствительности. Это моя зубная паста. Самая любимая. Артикул 16.57. Очень ее ценю, люблю. Одно время ее не было. И когда она появилась, я сразу 10 часов взяла. Думаю, господи. А если она опять исчезнет, что я буду делать со своими чувствительными зубами? На постоянной основе ей пользоваться не очень хорошо. Как мне сказал врач, что зубы привыкают и снова становятся чувствительными. Даже с зубной пастой для чувствительных зубов. Но особенно в зимние поездки она мне необходима. Поэтому время от времени я ее пользуюсь, чтобы у меня не было дискомфорта. 16.57 артикул. Далее пойдем с вами по витаминам. Извиняюсь за грязную крышечку. Это экстракт косточек грейпфрута. Сладкий, клевый, вкусный аромат сухофруктов. Это пью я. Пью каждый день, один раз в день. Это львиная доза витамина С с артикулом 157.20. В общем-то пью. Также он содержит биофлавонной еды, которая является дополнительным источником витамина С. Так, что тут в составе? Наргинин. Наргинин. И геспириды. Ну, сложно, конечно, прочитать, но на самом деле это просто вода очищенная, косточек грейпфрута, экстракт, натрия аскорбат и калия асорбат. Вот и все. Дальше побежали. Ньютоник. Пропили всей семьей быстро-быстро. Так, артикул 153.78. Мозгов мне надо. Надо мне мозгов. Так, сегодня у меня закончился вот такой комплекс активный мозг. Вроде бы недавно начала, уже в пустышках. Быстро. Артикул 81.11. Ну, могу сказать, что тут богатый состав насчет витамин B1, B3, B5, B6, B12 и так далее. Также идет полиненасыщенная жирная кислота, амега-3, куэнзим Q10. Это все пьется после еды. Я пила, в принципе, классная штука. Вроде бы лучше стала соображать или не стала. В общем, я не знаю, я не знаю. Мне надо где-то мозгов или выспаться. Не знаю, что мне надо. Так, витамин C плюс цинк. Пьем обязательно. 157.89. В общем, можно, говорят, пить на постоянной основе. Живицу тоже пьем на постоянной основе, поэтому ее всегда много. Омега-3,6,9. Допиваем, больше заказывать не будем, потому что появилась омега-3,4, и она более действенна. Омега-3,6,9 это 157,22 артикул. Классная омега. Сильный иммунитет. Это вместо омеги плюс эхиноцея. То есть омега-3, ультралист и эхиноцея. Очень тоже хороший очень состав. Артикул 81,13. С удовольствием пьем. К2 плюс Д3. Оказывается, тут не очень-то хорошая дозировка. Мы недавно общались с врачом. Она сказала, что лучше пить Д3, который идет у нас 2000 международных единиц. Поэтому его допиваем и переходим на тот, который 60 капсул. Мы тут сравнивали с Вальбирисом или с Азоном, не помню с чем. И получается наш нисколько не дешевле, но и не дороже. Как же стоит, поэтому смысл менять шелон мыла не вижу. Калорий блок пьем иногда, время от времени, для того, чтобы, ну допустим, после тортика. Таким вот образом пьем. Не знаю, помогает или нет. Артикул 156,29. Омега-3 с глицином. Наконец-то моя дочка начала это пить. 157,80. Выпили пару штучек. Антипаразит-комплекс у меня. Викуська пропила. По одной капсуле в день мы пили. Артикул 157,63. На всякий случай. Ну потому что у него руки, они, вы понимаете, они все время во рту. Ну вот все время во рту. Уже просто вот надоедает. Так, антигельм кто-то у меня из девчонок пил, я им дарила 8107. Вот пустая баночка. Ну я имею ввиду из нянь Викиных. Так, это у нас все идет соль. Я заказываю соль в компании Фаберлик. Артикул 161,46. Это обычная соль без всяких приправ и вкусов. Мы не стали брать соль, которая с приправами, потому что я вообще к приправам равнодушна. Я люблю натуральный вкус продуктов. Мне он очень-очень нравится. Дальше. Чили закончилось. Пару коробочек, как обычно. Но не пару, там 4-5 коробочек где-то закончилось. Значит, во-первых, закончился чай зеленый с артикулом 16,033, с кусочками имбиря и медом. Я не люблю этот чай. Он для меня слишком ядреный. Так, а тут что еще? Какие чаи? Так, так, так. А, ну вот это вот с ломтиками ананаса, кокосом, семенами, чия. 2 закончилось. Артикул 16,035. Мы вообще очень давно в магазине не покупали чай. Перешли полностью на Фаберлик. И 16,034 идет с ломтиками ананаса, апельсинами и какао. Далее побежим быстро. Опять кофе. Кофе, кофе, добрый день. 16,049. Бабушка с дедушкой сейчас пустышки не привозят, поэтому кофе маловато. Шоколад, которого нет в наличии. Не знаю, может какой-то перевыпуск, может быть будет или не будет. Я без понятия, но очень-очень жду. Честно, пойду в магазин покупать шоколад без сахара. 16,057. Артикул этот вот был на меду, мы векуски брали. Далее, коралловый кальций. Все его потеряли тоже в наличии. Не знаю, появится или не появится, но я его постоянно беру. Артикул 157,30. Так, дальше соуса. Тоже вот уже такого нет в наличии. Мы его еще все едим. Кетчуп и шашлычные пару штучек. Кстати, они есть в наличии. 160,51. Кетчуп классический, конечно, наш самый любимый. 160,50. И пиццу, и все с ним печем. Муку покупаем, которая безглютеновая. Муж очень любит пить вот этот чай. Он прям на нем помешан. Ему прям он очень нравится. Артикул 157,15. Он, кстати, хорошо энергию дает вместо кофе. Чай бронха. Ну, вот Викуська, да, я рассказывала в первых пустышках, что она немножко приболела. Поэтому мы пропили бронха. Артикул 156,69. Очень хороший, действенный чай. Очень хороший. Вот у меня Вика прям закашливалась. Я ей заварила один пакетик. Там написано 1,2 фильтр пакетика. Но наш ребенок, я ей один заварила. И мы просто его попили. И она всю ночь спала спокойно. Понимаете? А до этого она всю ночь кашляла. Думаю, блин, ну что ж я ей не дала до этого. Великолепно. Просто сразу кашель начинает проходить прямо на глазах после первого стакана. Шелуха подорожника, на нем мы делаем выпечку. Так, значит, выпечку делаем 157,64. Ой, а сказала ли я артикул чая? 156,69. Вдруг не сказала. Вот, пожалуйста. Так, дальше. Сочная говядина. Две коробки корма скушала моя Алиска. Моя красоточка. Артикул 162,08. И где-то что-то завалялось. Не знаю. Про срок, не про срок был. Не посмотрела. Взяли да съели. Артикул 16,108. Его уже нету, а я все выпускаю. Ну вот, в принципе, и все. Все мои пустышки. С вами была Коннова Аня. Задавайте вопросы. Пишите, что вы из этого и всего пробовали в комментариях. Мне очень интересно. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова